Безона ТВ 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 Продолжение следует... 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 Аликина пыталась забросить на Кисеневу. Перехват. Тема набегает в быстрый отрыв. И легким движением руки отправляет мяч в кольцо. 6-0. 6 очков за минуту. Это хороший темп. Маша Черепанова. Кристина Аликина. Попытка дальнего броска, ну, вблизи трехочковой линии. Размочила счет Кристины Аликина. 6-2. Дюпри. Подбор за Кисеневый. Катерина Кеева переходит в среднюю линию. Сходу не решила атаковать. Тормозного нападения заброса на Кисеневу. Но успевает Агасу сцепануть мяч. Скерович. Точно в руки Маши Черепановой. Атака Воложды. Кейру с мячом. Длинный проход. Блестящая скидка на Кисеневу. 6-4. Хорошая связочка. Да, Ань? Прекрасная связочка. Первая минута за Спарты. Вторая минута совершенно за Воложды. Потери, потери. Из угла Хэммон. Три очка точно. Нет, два очка показывает. 8-4. И тайм-аут Ольги Шунекиной. Я думаю, что они вполне устраивают ее. Так как складывается начало матча. Какие-то коррективы надо вносить. 8-4 у нас счет. 8 минут остается. Сыграть в первом периоде. Не скажу, что в очень быстром темпе начали команды матч. Ты как считаешь? Темп, в принципе, довольно быстро. Особенно первая минута. 6 очков подряд от Спарты. Я не имею в виду результативность. Я имею в виду общую картину игры. Общая картина, да, спокойно. Довольно спокойно. Никуда не торопится ни Спарта. Никуда не торопится ни Воложда. С командой присматриваются друг к другу. Первые минуты всегда очень важны. В составе Воложда на площадке. Маша Черепанова, Катя Кейру, Юлия Киселева. Светлана Махлина и Кристина Аликина. В составе Виннова, Бекки Хэмман, Сеймана Гас, Ирина Осипова, Скирович и Кэндис Дюпри. Стартовая пятерка остается у Спарта. Блокшот Дюпри. Пробежку фиксирует Елена Чернова. Без тени сомнений. Сколько у вас средняя норма потерь за матч, Аня? Существует понятие нормы потерь для Спарта? Норма потерь? Потеря это не норма вообще для Спарты, поэтому... Хэмман в лицевую. Упирается в Киселеву и теряет мяч. Быстрая атака Чавакаты. Кейру доводит мяч до Аликина и в быстром прорыве сравнивает счет. 8-8. Три минуты сыграны в первой четверти. Вот уже ничья. Сыграл тайм-аут. Еще одна пробежка. Это вторая потерь Спарта в сегодняшней встрече. И замена в составе Вологда вместо Юлии Киселевой капитан команды Елена Баранова. Против нее в защите капитан Спарта Ирина Осипова. И тут же заброс Барановой на входящую Махлину. Персональное замечание. Первый фолл получает Елена Искерович. 8-8. 6 минут 53 секунды. Черепанова без тени сомнения атакует подбор за Спарты. Хэмман разгоняется, пытается раскачать Махлину в угол на Агастус. А так дальняя попытка подбор за Кейру. На мой взгляд, немножко быстрее стала Вологда играть просто после тайм-аута. Да, пошел на пользу определенно. Поборолась Черепанова за отскок, но тем не менее мяч в цепких руках Спарты. Дюпри, перехват Кейру. Дюпри ошибается. Немножко небрежно она сыграла, недооценила быстроту Кати. А Кати показала, что почему она является кандидатом в сборную России. В сборную России, да. Нельзя расслабляться, когда в защите Кейру. Дюпри на линии штрафной против нее Лена Баранова. Скерович идет в угол, забрасывает на Осипову. Фолл Черепановой там, наверное, будет. Второй фолл у Маши Черепановой. Не совсем корректно встретила Осипову в трехсекундной зоне. Ира на линии штрафных. Первый точно. А тем временем Вологду тоже повела. Точно корректно. Теперь уже не помела. Личья. Личная защита в исполнении парты. Кейру проходит. Первый отбрасыватель Аликина Баранова на трехочковую тухе Черепанова Аликина. Ищет заброс. Проход идет светом в Африна. Левый полукрюк. Филигранным движением левой кисти отправляет мяч в кольцо Спарты. 12-10. Дюпри приближается к кольцу. Забивает два очка. Сопротивление, надо сказать. Там все-таки было какое-то сопротивление обозначено. Рога показывает Кейру. Дюпри приближается к кольцу. Два больших выходит на заслон. Аликина в длинном проходе пытается поднять воздух Осипова и сбивает два очка. У Аликины шесть очков уже. Почти половина всех очков набранных молодой. Бекки Хэммон. Трехочковая попытка. Подбора нет. Однако мяч искатил Дюпри. Дюпри спокойно-спокойно реализуется своего любимого места. А у нее одно любимое место или есть еще? Ее любимое место это Паркет. Читаю ее результаты в Евролиге. Последние недели. Агастус агрессивно играет в защите против Лены Барановой. Длинный проход цветы махарный. Скидка? Теряет повод. Теряет. Хэммон в проходе пытается запутать Аликину в углу с Керович. Заброс на Дюпри. Спиной кольцу. Цирковой номер практически в исполнении Дюпри. Это тоже была ее любимая точка или не совсем? Не совсем. Дальная попытка. Всех вела заблуждение. Даже комментаторов. В том числе Кристину Аликину, которая не ожидала этой передачи. Саша Столяр. Молодой игрок 92-го года рождения. Появляется на Паркете в составе Вологды. Под номером 18. Несколько матчей Саша отыграла за Вологду. За основной состав. И вот неплохо выглядела, надо сказать. Вот в таком ответственном матче доверяет ей Ольга Шунейкина уже в первой четверти. Агастус кладет 3 очка. 2 показывает судья. Все-таки наступило. Все-таки 2. Все-таки 2. Алиса Молошенко вышла в составе Вологды. Кейра получает мяч в углу. Баранов на входе поднимает двух игроков. И с дальней стороны забивает 2 очка. 16-16. Мико Барич в составе видного. Грузина на линии штрафной. С разморота. Точно. Марина умничка. Перед матчем говорил с Борисом Соколовским, главным тренером сборной. Он собирался смотреть этот матч в интернете, находясь в Новогорске на сборах. И вот я вижу, что все кандидаты в сборную проявляют себя с лучшей стороны. Ты как считаешь, Анна? Стараются, стараются, конечно. У вас кто кандидаты в сборную? У нас Ксения Тихоненко. Пока не появлялась. К сожалению, не получает времени много. Кузина получает, не задумываясь, отправляет его точно в цель. Два получения, два броска, два мяча. 20-16, плюс 4. Женя Белякова тоже кандидат у нас в сборную. Пока не появлялась тоже, да? Да. Киселева получает против Кузина. Разворачивается. Кузина забирает отскок. Барич разгоняет свою команду, пытается обойти Кейл. Хэммон против нее Махлина. Не удалось Махлине помешать. Очень точно бросает Бекки Хэммон. 22-16. Вот уже плюс 6. Начинает расти разрыв счета. Махлина не согласна с этим. Дурочка. 22-19. Агастус. Против нее Малошенко. Серия финтов. Точный бросок. Хорошая техническую оснащенность демонстрирует нам серия Агастус. Несколько эффектных, но и при этом эффективных финтов. Заброс на Киселева. Пробежка. И вот Дженни Белякова выходит на паркет наконец-то. И Елена Милованович. Елена Милованович. Которая матч с УГМК не играла. Тройная замена практически. Сегодня в составе Спарта нет Сони Петрович. Лимит на легенера. Да. Каким образом определяется, кто играет, кто не играет? По очереди, видимо. Вот наконец-то промахнулась все-таки Марина Кузнец. Оказалось, что все-таки иногда она промахивается. Столяр. Она первым номером играет в Вологде. Махлина. Ижачно просочилась в кольцо. Махлина. Опасный кадр такой для Спарты. Вот посмотрим статистику прошлого матча 22 октября. 12 очков. Вместе с Юлией Киселевой они набрали. А тем временем Ника Барич проходом в лицевую линию. Увеличивает разрыв в счете до плюс 5. 26-21 за минуту небольших до конца первого периода. Активность проявляет фан-группа справа от нас. Отличные два очка света Светланы Махлиной. Успела принять мяч, оценить ситуацию и отыграла защитницу. Белякова. Серия передач. Заброс на Кузину. Атака. Атака. И мяч опускается. Попускается в кольцо. 28-23. В отрыве уже предлагала себя Олеся Малошенко. Киселева разворачивается, входит в штрафную. Отбрасывает в угол Черепановой. Трехочковая атака подобрать Вологда не смогла. Скерович. Милованович. Фол в нападении. Не очень эффективное полоскание мяча за пределами трехочковой дуги. Видимо, не было логического продолжения. А в составе Вологда на площадке появляется Ульяна Шулепова под пятым номером. Кузина пыталась выбить у Киселевой. Малошенко на дуге. Столяр. Проход. Сброс на Киселеву. Столяр пытается через лес рук перебросить мяч. И в атаке видно. Скерович. Не стало мудрствовать лукаво. Простым, но эффективным броском. Заброс. Это попытка дальнего броска Ульяны Шулеповой. 30-23. Ну вот на самом флажке первой четверти обозначилось минимальное преимущество Спарты. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» То, что мы говорили про Кузину. Получение, разворот, без тени сомнения, вынимайте. Мария Черепанова уже готовится ввести мяч в игру. Начинается вторая четверть. 30-23. Никаких замен в составе Вологды не произошло. Та же пятерка играет. Малошенко получает мяч в трехсекундной зоне. И после разворота пытается... Черепанова забирает на отход на чужом щите. Заброс на Малошенко. Немножечко мяч, чуть-чуть не дотянуло Олесе эту попытку. Очень самоотверженно Черепанова играет в защите. Я думаю, что спорный, да. Спорный в пользу Вологда. В пользу Винного. Заметьте, нет на площадке сейчас ни Агастус, ни Хэмман, ни Дюпри у Спарты. Из иностранных Скерович и Барич. Барич, да. А еще Милованович под номером 9. И Марина Кузина и Женя Белякова играют. Поборолись. Хорошо баскибалистки Видного за этот мяч, который уже практически перехватила Черепанова. Атака Видного. Забегает Белякова. Кузина. Вот она, Марина, вот она. У Марина не стоит выбора, атаковать или не атаковать. Олегина получает мяч против нее Кузина в защите. Черепанова с мячом. Малышенко стоит ей за слон. Предлагает сыграть двоечку. Столяр. В угол надо атаковать. Отскок за Видным. Вот несколько атак. Не очень хороших у Вологдов в последние минуты первой четверти и начало второго. А Кузина продолжает феерить. 34-23. Вот уже плюс 11. И лидер у Спарты пока Марина Кузина. 10 очков уже на ее счету. Потеря на розыгрыше. В углу Скирович. Забрасывает на Милованович. И да. Открывает счет Елена Милованович сегодня. Еще один тайм-аут Ольги Шунейкина. Разыгралась Кузина. Что в этой ситуации может предложить тренер? Проигрывающая команда. Я думаю, что грузить защиту того игрока, против которого защищается Кузина. Я думаю, что именно об этом сейчас говорит Ольга Шунейкина. В минутном перерыве. Кристина Олегина. Как раз Кузина защищается, по-моему, против Олегиной. И я думаю, что Олегину будут нагружать нападение для того, чтобы заставить Марину Кузину поработать с защитой. Защите потратить силы для того, чтобы их осталось меньше на нападение. Какие интересные костюмы у группы поддержки. Выдержаны в улыбных цветах. Откуда девушки? Девушки из балета Тоттес. Ну, на повторах, к сожалению, не видно, какие костюмы. Поэтому мы пытаемся рассказать, донести до телезрителей, что из себя представляет группа поддержки. Спарта из видного. И вот режиссер, звукорежиссер делает реверанс в сторону гостей. Известный музыкальной темой. Кейру в атаке. Заброс на Черепанова. Не удалось получить мяч Олегкины Шулепова наверху. Играет двоечку с Малошенко. Кейру. Заброс на Малошенко. Подбора нет. Подбор нет. Подбор-то есть. Подбор есть, да. Подбор завидно. Скерович проходит. Она левая ручка? Нет. И она одинаково уверенно владеет левой и правой? Одинаково. Страшный сон для защитников. Кейру на развороте пытается обыграть Барич. Отбрасывает в угол на Малошенко. Известный мастер трехочковых бросков. Наконец-то удается преодолеть голевую засуху гостям из Вологда 38-26. Олеся Малошенко номинирована, кстати, на звание лучшего молодого игрока Европы. Вместе с Никой Барич. Где голосовать? На ФИБе. ФИБе Европа. Уважаемые зрители, да, пожалуйста, проявляйте активность. Активность и голосуйте за Нику Барича. И за Олеся Малошенко. У стороны же должен быть выбор. У нас же все по-честному. Кстати, можно выбирать первое, второе, третье место. Тем более. Вот так вот. Следующий штрафной. С трудом, точно, Кузин. Да, не очень уверенная попытка в исполнении Марины. Вторая далась ей намного легче. Тринадцать очков Марины Кузиной. А сыграны всего 13 минут. То же самое было в матче с УБМК в случае с Женей Беляковой. 7.52 она отыграла, 7 очков набрала. Север идет проход. В затяжном прыжке пыталась перевисеть всю защиту Видного. А тут же в быстром отрыве Женя Белякова. Ай-яй-яй-яй. Успела цепануть ее, видимо, Маша Черепанова. Она задает вопрос, как же так. Но, тем не менее, Владимир Дадугин своих решений не меняет. Светлана Махальнова возвращается в игру вместо Ульяны Шулеповой. Без промах атакует Спартак с линией штрафных, да, сегодня? Семь из семи попыток. Семь из семи, да. Восемь из восьми. Кейра переходит в среднюю линию. А вот у нас, как бы, Ксения Тиханенко готовится в акил игрой. Она присела на замену. Доводит мяч до Юлии Киселевой. Левым полутруком пыталась перебросить Марину Кузину. Но подбор остался завидным. Барич пытается раскачать Кейру. Атака захлебнулась, но, тем не менее, еще 12 секунд владения Увидного. Великого на трехочковой. Против нее Черепанова. Двоечка с Кузиной. Еще один фолк Черепановой. И я думаю, что это первая проблема, серьезная проблема для Ольги Шунейкиной. Четвертый фолк получает Мария Черепанова. А еще у нас даже не середина второго периода. И возвращается Александр Столяр вместо нее возвращается на площадку. Женя Белякова на линии штрафных. Вы, наверное, особое внимание уделяете отработке штрафных бросков. Нет, мы бы скиполу уделяем особое внимание. Или у вас всегда. Вологда в атаке. 45-26. Киселева разворачивается и правым пол крюком отправляет снаряд в цель. Ксеть Тиханенко появилась на площадке в составе Спарты. Вот она просила мяч под кольцом. Получает его, пытается обыграть Киселеву. Разворачивается. Киселева задевает ее все-таки, не добрасывает мяч в суша. Чуть-чуть быстрее виденский Спартак на борьбе за мяч. Кузина сегодня феноменант. Кузина снова. Здесь Кузина снова. Кузина феноменальна. 16 уже на счету Марины. 5 из 6. С игры 3 из 3 штрафные. Давненько я не видел такой концентрированной Кузины. Взамен в составе Вологда капитан команды Елена Баранова возвращается на площадку вместо Юлии Киселевой. И в защите против Ксении Тиханенко. Молодость против опыта. Варич в проходе, ее страхует Аликина. Получает Тиханенко, пытается серии финтов. Да, обыграла. Открывает свой лицевой счет. 50-28. Неутешительное зрелище для болельщиков Вологды. Столяр в проходе. Махлина. На подборе Спарта сегодня намного активнее, кстати. Намного-намного. Тиханенко получает мяч серии разворотов. Даже не успевает Вологда зацепиться за отскок. Опять владение Спарты. Скирович командовать будет сейчас. Барич. Страхует лицевую линию Елены Барановой. О, велико, ждет мяч. Тиханенко бросит. Нет, совсем мажет. Кейру в атаке. Аликина. Кейру снова. Дальний затяжной проход. И нарушает правила Елены Скерович. Вынудил ее свалить. Катя Кейру своим длинным проходом. Кейру на линии штрафа. Вместо Скеровича на площадке Татьяна Каровушкина. Еще один молодой игрок. А у Скеровича второй фол уже. В Вологду что-то не клеится сегодня в нападении. Даже с линией штрафа. Хотя сначала все оказалось не так-то... Безнадежно. Вторая походка Кейру точно. 50-29. Доставьте мяч до Кузины. Она разберется что делать. И так называется. Под этим девизом проходит сегодняшний матч. Кубка России в Видном. Аликина пыталась ей ответить. Лена Баранова поборолась за этот мяч. Но в атаке Видное. Барич в проходе. Отбрасывает мяч Тихоненко. Беликова на линии трехочков. Трехочковый. Вот это Женя уже. И Беликова. Спарта привыклевает сегодня во всех компонентах. И в борьбе за отскок. И в бросках. С игры. И даже в штрафных. Беликова переходит среднюю линию. Видное в атаке. Близко к ней сыграла Махлина. Перехват. Еще один перехват от Кейру. Двое против одного. Интересное решение нашла Кейру. Но баскетболистки и спарты отбились в этой ситуации. Елена Баранова осталась одна против двух нападающих. И Женя Беляков завершает атаку. Два очка. 57-29. По подборам спарта вдвое превосходит Вологду сегодня. Вдвое. А по проценту попаданий. Аликина пытается раскачать Тихоненко. И правым полокрюком забивает мяч. Становится. Это восьмое очко. Спарта. 73% попаданий. Вологда. 48 всего лишь. Феноменальный процент попаданий демонстрирует сегодня хозяйки паркета. Кейру зависло в воздухе. Отскок берет Тихоненко. Убегает Белякова, но первого паса не последовало. Вот получает она мяч в углу площадки. Против нее Света Махлина. Использует Марину Кузину в качестве заслона. Отскок у Кейру. Заброс на столяр. И персональное замечание Татьяны Коровушкиной. Это всего лишь второй командный фолк. Олеся Малашенко возвращается на площадку с места Кристины Аликиной. В составе Вологды под номером 28 дебютирует Олеся Щеплецкая. Угрок 93-го года рождения. Здорово она выступала за молодежную Вологду Челокату-2. Чем запомнилась тебе? Очками, очками, набранными очками, конечно. Хорошее решение нашла Саша Столяр. Пыталась забросить мяч, входящий Лене Барановой. Ценой персонального замечания удалось остановить ее Ксении Тихоненко. Минут 44. До конца первой половины. Черепанова в атаке. Поборолась за отскок Лена Баранова. Трехочковая попытка Малашенко. Еще один подбор Барановой в нападении. Столяр с мячом. Достаточно уверенно командует своими партнершами. Проход идет Малашенко. Еще один подбор берет Лена Баранова. А Тихоненко не может играть против Барановой сейчас? Ну и Лена, потому что занимает позицию и выхватывает мяч раньше, чем успевает ее зафиксировать Тихоненко. Черепанова ищет заброс на Лену Баранову. Но там хорошо в защите сыграла Елена Беловановича. Черепанова идет потрясающе. И все-таки заталкивает Маша Мяшенко. Затянулась в проходе, в прыжке. Зависла в воздухе. 34-е очко своей команды забивает. А тут Белякова кладет с дальней дистанции. Подумала, подумала и бросила. Ну, Маша Черепанова уже на фалах висит. И, видимо, в голове провернула эту ситуацию Женя Белякова. Против Тихоненко, Лена Баранова, угол на Малашенко. Черепанова против Белякова. И с дальней стороны попытка. Но Тихоненко подбирает мяч. По левой стороне движет Парич. 20 секунд остается до конца первой половины. Наверное, долгую атаку будет играть. Видно я сейчас? Есть длинные атаки в арсенале, видно? Разумеет. Успел свалить Саша Столяр. Шесть секунд. Это четвертое командное замечание Вологды во второй четверти. Коровишкин вводит мяч в угол. Остается совсем немного времени. Видит ли Милованович? Успевает выбросить мяч. И подбор за Лена Баранова. Первая половина 62-34. Подавляющее преимущество видно. Коровишкин вводит мяч. 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 Продолжение следует... 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 По первой половине мы видим фантастический процент попадания с игры у хозяек... 35 раз бросили, 24 раза попали... Это почти 70%... Говорит, во-первых, конечно, о готовности команды, а также о попустительстве защиты Вологодской... У Вологды из 36 бросков... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно сказать подавляющее преимущество... Если бы не... Вообще, как-то спокойно проходит сегодняшняя встреча... Новый год... Новый год... Эмоции все, конечно, Спарт отдала в предыдущем матче с УГМК... Полна эмоций Марина Кузина... Да... 20 очков за половину... Сегодня Поки Чатман дала времени очень много именно тем, кто его не получал... Собственно, всю половину этого сезона... И Марина Кузина оправдывает доверие тренера на 500% сегодня... Да, на 1000... 9 раз бросила, 8 раз попала... Борис Ильич, я надеюсь, вы видите эту статистику и этот матч... Женя Белякова тоже хороша, 12 очков... Не все у него получалось сначала, но... Набрала-набрала... Женя была хороша в быстрых отрывах... Да, всегда она одна из первых практически переходит в среднюю линию... Две из двух трешек реализовалась сегодня она... 15 ассистов у Спарты... Как вам, уважаемые телезрители... Из них 5 ассистов у Скерович... 3 ассиста у Барич... По 2 ассиста... У Тихоненко и у Бекки Хэммон... Очень комбинационно играет... Очень радушно... Отдают мяч с удовольствием... Ну и, конечно, нападающие... Благодаря своих партнеров за ассисты... Потому что 69%... С игры в половине... Это, конечно... Это что-то невероятное... Я, конечно, не уверен, что этот процент попаданий сохранится до конца игры... Ты что думаешь? Скорее всего, действительно, пойдет на спад... Сейчас оторвались уже... Агастус, Хэммон, Дюпри... Скорее всего, выйдут в начале второй половины... Поиграют уж совсем немного... И продолжат те, кто... Набирал очки... Белякова, Кузина... Тихоненко будет играть... Скерович, Барич... В составе Вологды... Кто тебе понравился? В составе Вологды... Опять же, как и в прошлом... В первом матче серии... Киселева... И Махлина... Света Махлина очень хорошо начала... Да... Вот как только... Чуть присела Света Махлина в первой половине... И, в общем-то, сбой в нападении произошел у Вологодской команды... 9 очков у Махлины после первой половины... Аликина тоже здорово проявила себя... Аликина молодец... 8 очков... По подборам 6 у Лены Барановой... 2 у Светы Махлиной... И Катя Кейру... Ну, конечно, вот эта разница в подборах... Мне кажется... Подборы это важно-важно, конечно... И она... Отражает состояние... Разницу в счете на табло... Большее количество атак, мне кажется, еще и... Изнутри... У Спарты, да? Из 35 атак... Всего 4 атаки из-за дуги... Да... 31 попытка... Средних... То есть... Поки Четмен в данной игре больше уповает на... Своих... Больших... У Вологды из 36 атак... 6 дальних и 30 средних... Я пойду попытаюсь поговорить сейчас с Андреем Рузановым... Интересен тренерский взгляд на происходящее событие... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Класс профессионализм То,что они профессионалы играют до конца Каким образом вы добились 70% попадания с игры в первой половине? Ну, за счет их самоотдачи и желания игры, я думаю Это, прежде всего, есть заслуга То есть была обычная установка, девчонки просто ее выполнили И с желанием играют в этом Плюс 30 после первой половины Это уже победа? Интересный вопрос Но Это женский баскетбол И в женском баскетболе бывает всякое Я бы не поставил Но думаю, что мы выиграем Но не факт, что будет такая разница Андрей, большое спасибо Хорошей игры во второй половине Ассистент главного тренера Вологда Чавакат и Владимир Крашенин Что происходит? Это так хороша Спарта Или так неважно выглядит Вологда? Нет У Спарта сегодня сумасшедший процент с игры Кураж поймали игроки скамейки Которые получают мало игрового времени в обычных играх То есть Кузина забила Свои 20 очков Берякова 12 Но я думаю, что и мы не очень хорошо выглядим В защите Мы даем очень много свободных бросков выполнять Поэтому у них такой сумасшедший процент Что делать в Вологде во второй половине? Есть ли шансы вернуться в игру? Ну мы приложим все усилия То есть Правильное какое-то самолюбие Не первый раз мы в такой ситуации постараемся Удачи Хорошей игры во второй половине Спасибо Большое спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Меньше минуты остается до начала второй половины Четвертьфинального матча на Кубок России Между командами Спарта Винна и Вологда Чаваката Плюс 28 в пользу хозяев Тем не менее Оба ассистента Выразили Своё отношение То что борьба ещё не закончена Как сказал Андрей Рузанов Это женский баскетбол И всё же всё бывает Попытается бороться и команда Владимира Крашенина и Ольги Шунекиной Я не думаю Что сейчас Спарта сбавлять обороты будет Потому что действительно выступают игроки скамейки Которым нужно получать Максимум от этих минут В таких матчах Поэтому не думаю Что будет спад Стартовыми составами Начали команды Вторую половину Малошенко на трёхочковой дуге Поборолась Маша Черепанова Ну а скок Забрала Кендис Дюпри Агастус с мячом Против неё Черепанова Активно защищается Несмотря на проблемы С четырьмя фолами Бекки Хэбан Точно Ровно Ровно 30 очков Вологда в атаке Малошенко Махлина Проходит в лицевую И Дюпри получает персональное замечание Первое Увидного с фолами Это вообще красота Заброс На Киселёву И левым крюком Пыталась Юля поразить кольцо Удалось забрать мяч Зашла очень хорошо Маша Черепанова Забивает два очка Это шестой очко У Маши Черепановой В сегодняшней встрече Хэмон Находит в углу Агастус Отскок у Черепановой И предательски Выскальзывает мяч Тут Ира-Осипову Серьёзно рисковала В этой ситуации Мне кажется Агастус Выносит мяч Из-за лицевой У Осипова Хэмон Хэмон Забирает мяч Обыгрывает двух Габариты Хэмон Конечно И Киселёвы И разные Хэмон обыгрывает Двух игроков Чавакаты Но на пути Ей попалась Боковая линия Да Кейру Переходит Среднюю линию Киселёва Из рук Забирает Махлина Идёт проход Блестящая передача Киселёвой Это здорово Здорово было Отличный Ассист Света выдала Сейчас Правда? Атака Видного С Кирович Через Хэмон Строится Практически Всё нападение Спарты Да? Да Ну вот теперь Хэмон и ошибается Мафлина Пыталась Сходу обыграть Но зацепили Защитники мяч И уже Спарта в атаке Дальняя попытка С Кирович И точно И не точно Вот пошёл вниз Процент попадания Как раз о чём мы говорили С тобой, да? Хэмон с мячом В углу в Дюпри Свободный бросок Точно Вот с этой точки В прошлом матче С КМК Она набрала Очень-очень много Аня Черепанова Черепанова Просает Черепанова Трёвач И не точно Группа болельщиков С правой стороны Многочисленная С барабаном Это кто? Это болельщики Баскетбольного клуба Спартамента Поддерживают Каждый матч Они всё делают Настолько синхронно Что мне кажется Они где-то Репетируют Это постоянно Конечно Они же тренируются Не первый год А вот проход В лицевую От Юли Касилёвой Касилёва Здорово Плюс 26 А Гастус Сегодня не та Конечно же Многое дала В прошлом матче Она Быстро Прорыв Быстро Прорыв Селёва Скирович В центр смещается На Хэмон Налево Доброс на Ось Повы Здесь Олеся Малашенко Помешал Ире Развернуться Пол 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 6 7 40 Елена Баранова Появилась На площадке Забирает Отскок Подбирает Аспорт Тоже в полном составе вернулась в защиту. Трехочковое исполнение Лены Барановой. Не долетает мяч. Выдаряется в ближнюю дужку. Спарта переходит в атаку. Три будет Кэмон бросать. И точно. Бэки здорово трехи бросать сегодня. Как и всегда. 70-40. 30-очковый перевес. Видно в этом матче. Малошенко на дуге. Ищет заброс. Баранова на углу штрафной против Иры Осиповой. Фол в нападении фиксирует Лена Чернова. Уходит капитан команды Ирина Осипова в игре. Кузина Марина. Кузина, да. 20 очков уже у нее, напомним. Я почему-то искал глазами Ксению Тихоненко. Всему свое время. Полицевой заходит в Дюпри. Пытается обыграть Малошенко. В углу Хэмон. Не подала еще Лепова на финт. Но Кузина сегодня, конечно же... Не знает усталости. Безупречно. Не знает промахов. Малошенко с мячом. Черепанова снова Малошенко. Шулепова получает мяч на дуге. Баранова предлагает заслон. Забросит на Малошенко. Там неравноценный размен. Оказалось против маленького Малошенко. Ему не удалось получить мяч. Хэмон ждет. Принимает Кэмон мяч. Хорошая разменка Узина против Черепановой. Агастус на дуге. Трехочковая попытка не точная. Не идет сегодня. Два из пяти сегодня у Агастус двухочковых. Во второй половине. В первой половине у нее два из трех было. Хорошая ситуация была у Лены Барановой. Но отскок за Вологда. Кейру на дуге. Трехочковая попытка. Шулепов забирает мяч. В составе Вологды появляются Саша Столяр и Кристина Аликина. И три человека. Тройная замена в составе Видного. Белякова. Барич и Милованович. Подбирает Кузина Марина. Барич. После броска Ульяны Шулеповой. Атака Видного. Милованович на дуге. Аликина пыталась помешать броску. Баранова успела подстраховать. Вологда в атаке. Черепанова в углу. Возвращает мяч Столяр. Баранова забрасывает на Черепанову. Кузину впевает выйти на подстраховку. В дальней атаке Столяр точно. Два очка показывает Владимир Дадугин. В дальней атаке Хэммон подбор за Барановой. Сама выводит мяч Лена. Перевод на Аликину. Лена на дуге. Поднимает вверх Милованович. В числении штрафных. Успевает выбросить. Но успела с Фалейки Барич. Второй командный фолл-спорт. И Лена Баранова на линии штрафных. Оба штрафных точно в цель. Передачей проходит всю площадку Спарта. Мяч у Кузины. Передача Беляковой. Редкий промах Марины Кузины с игры. Аликина с мячом. Вологда в атаке. Заброс на Шулепова. На голову превосходит в росте защитницу свою. Эту ситуацию сейчас пытается разыграть Вологда. Неравноценный размен. Лена Баранова тоже оказалась против месторослой защитницы. И до нее доставили мяч. И два очка в кольце Спарты. Плюс 27. Разрыв сократился. Да. Но не намного. В принципе достаточно комфортный разрыв. Который позволяет Вологде играть в свое удовольствие. На обеих сторонах площадки. Тут еще и Милованович. Подключилась. Подключилась. Четыре очка у нее пока. В прошлом сезоне Милованович показывал лучшие результаты. Не запомнился матч Милованович в полуфинале Европейского. Да, конечно. Это лучший матч, пожалуй, в Корее. Не в Корее, может быть, но в сезоне точно. Очень здорово, что он пришелся именно на самый важный матч в сезоне. Хэмман отбрасывает на Кузину. Кузина три и нет. В этот раз нет. Кончился завод у Марины Кузиной. Набранный в первой половине. Вологда с мячом. Столяр Аликина. Заброс на Шулепову. Удается все-таки обработать и мяч. И цепанула Женя Белякова эту передачу. Владение Вологды. Стервич вместо Хэмман. Киселева вместо Барановой. Владение Вологды. Аликина. Черепанова. Находит в углу Шулепову. Подбор за Милованович. Видно, и бежит в атаку. Барича одна будет играть сейчас. И теряет. Забралась в окружение защитников Вологды. И те расправились с ней достаточно быстро. Аликина получает мяч на линии штаба. Заходит на финт. И воровое повреждение получает Марина Кузина. Причем она же получает еще и фолк. А Кристина Аликина подходит к ней, извиняется. Бывшая одноклубница Марины Кузиной. Кристина Аликина известна своей жесткостью на площадке. Еще в составе московского Динамо. Продолжение следует. Марина уходит немножечко передохнуть. После этого жесткого стыка. Столяр выбрасывает мяч из-за лицевой. Киселева разворачивается против Тихоненко. Тихоненко не смогла решить кольцо наше. На шагах обошла. Обтекла ее, я бы даже сказал. Милованович теряет мяч баскетболистские спарты. И двое против одного, даже трое против одного бежит Вологда в отрыв. Не удалось реализовать быструю атаку. Вот на площадке под 28 номером появилась Олеся Седлецкая. Столяр идет в проход. Замечательный проход. Саша Столяр сегодня здорово, по-моему, себя проявляет. Не теряется совершенно, молодец. Пять очков принесла своей команде. Спарта в атаке. Скерович находит на линии штрафных Милованович. Против нее Шулепова. И фол выписывает Александре Столяр. Четвертое командное замечание у Вологды. На линии штрафных Елена Миловановича. Вы промазали хоть один штрафной сегодня? 12 из 13. Один на один промазали. Первый Осипова. Предельно сконцентрирована Спарта в сегодняшней игре. Несмотря на разницу плюс 27. Хочется уйти на каникулу с чистой совестью. Ликина перебрасывает кольцо. Сейчас с Керойки забирает. А тут вернувшись на защиту Столяр забирает эту передачу. Немножечко на Седлецкую. Надеюсь на быстрые ноги Олеся Седлецкой. Далеко. Далеко. Седлецкая против Барич. И на этом заканчивается третья четверть. 77.50. Седлецкая против Барич. 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 Продолжение следует... 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 Неутешительно складывается встреча для Вологодской команды и ее болельщиков И пока остается 7 минут, чуть меньше 7 минут до конца четвертого периода Никаких мы не видим радикальных изменений Которые могли бы что-то как-то повлиять на эту катастрофическую разницу на табло 81-54 Отличный матч проводит Спарта из Видного Обходясь при этом без трех Американок Тихо-динка в проходе против Киселевой И не повезло к Суши Столяр пытается обыграть Барич Столяр очень быстрая, быстрая и Барич тоже быстрая Но здесь не повезло Видное с мячом Забрасывает мяч на Тихоненко и та реализует ситуацию Это Милованович Киселева с мячом, Седлецкая Коровушки против Седлецкая играет Кристина Летина Бросает и не точно, не точно Не идет мяч сегодня в Кольцово-Вологодское нападение Барич тоже сегодня играет не лучший свой матч Саша Столяр с мячом опять Заброс на Киселеву Столяр на трехочковой дуге Фолл Барич Третий фолл Никки Барич Четыре игрока выходят на паркет в составе Волозга Только Кристина Аликина одна осталась На паркете появилась Югрис Катя Кейру, Света Махлина, Маша Черепанова и Олеся Малошенко У Черепановой четыре фола, напомним Аккуратно, надо играть сейчас И, 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 подбор, подбор за Спартой И пятый фолл Черепановой Да Вот Только напомнили мы о Маше И оно случилось Оно случилось Недолго, Саша, Столяр пришлось отдыхать И на пользу будет К тому же она проводит очень даже неплохой матч Прекрасный Сколько у нее уже по времени? По времени она больше 17 минут отыграла уже И пять очков набрала Заброс на Белякову Это из-под кольца Постоянно застревают где-то вологодские защитники Достаточно много свободных бросков сегодня Мяч защитный Это здорово было, да Малашенко сыграла на Махлину И уже не впервые в этом матче Проходит замечательная Замечательная комбинация у Вологды Да, взаимодействие Большого с Маленьким Еще бонусный штрафной кладет Света Махлина Видновское кольцо Три очка в одной атаке Барич на Белякову Теряет ранимет Столяр запрессовал ее Столяр Забивает спокойненько Саша Плюс 26 Давненько я не видел такую спокойную поки Четман Кейру пытается прессовать Барич А Тихоненко пытается открыться в трехсекундной зоне И через вытянутые руки Олеси Малашенко Отправляет мяч в кольцо Четыре с половиной минуты До конца четвертого периода Но я думаю, что уже и матч на самом деле Трехочковый попытка Махлиной Ничего не клеится у Вологодского нападения Тихоненко с мячом Белякова в проходе против Кейру На грани полосы Очень близко защищалась Катя Еще дальние попытки Беляковой Отскоку за Столяр О, Женя забирает Да Вернула этот мяч Вологда Женя активно действует сегодня Как и в прошлом матче 18 очков Играет она много сегодня Аликина попыталась поразить кольцо Но отскок снова забирает Видное Барич идет в проход Цепки руки Кати Кейру Выхватывает мяч На ведении практически Столяр возвращает Кейру Открывается Малашенко Двоечку с Аликиной В лицевую пытается обыграть И снова подбор На подбор практически Вологда не идет Да Отбрасывает мяч на Тихоненко Средний бросок точно Логич Атман хвалит Тихоненко Лопает Дорогого стоит Группа Людей в зеленой форме Это военные? Это военные Поклонники Видно Причем не первый год Свободное время Своего увольнения Не тратит На женский мастер-бол Конечно Молодцы 200 минут и 50 секунд Остается Улыбаются судьи У них сегодня все отлично получается Мне кажется Вот мы благодарим режиссера трансляции За то, что он дал возможность Полюбоваться танцем группы поддержки Хоть и малочисленной Приезжайте к нам еще У нас здесь такое В том числе Группа поддержки у нас замечательная Это балет Тодос Аллы Духовой Они по праздникам только выступают? Они выступают каждый матч абсолютно Это официальная группа поддержки Спарта МК А вот это тоже Тодос? Да И это Тодос Они в разных составах Прибывают на каждый матч И костюмы у них тоже Разнообразные и интересные Приятно всегда смотреть На то Что делают профессионалы Да Замены есть у нас в составах команд После тайм-аута Коровушкина Коровушкина уже играла Лена Баранова В составе Вологды Да Кейру выносит мяч Из-за боковой линии В районе скамейки Спарты Махлина Малошенко искала заброс Махлина в дальнем проходе Мяч в кольце И мяч защитный Третий фол у Тодина Коровушкина Махлина вместе с Киселевой Сегодня опять же лидеры Как и в октябрьской встрече Уже по 14 очков у них Маложенко забирает еще и подбор в нападении Но здесь Милованович Отсекла всех Борис демонстрирует Прекрасную технику владения мячом Илованович забрасывает А Тиханенко была не готова Не была готова Уже не велико борется за мяч Но нет Зафиксировали мяч Баскетболистки Вологды Седлецкая выходит Вместо Светланы Махлиной Забрасывает на Лену Баранову И в блестящем проходе Киера реализует эту ситуацию Милованович Забрасывает на Тиханенко Против Лены Барановой Перебрасывает Перебрасывает и Лену Баранову И кольцо И кольцо главное Киера уступила место на паркете Ульяне Шулеповой Ульяна получает мяч Ищет Выход из-под заслона Своей нападающей Перехватывает Тиханенко Прямо в руки Ксении попадает мяч Барич на дуге Отбрасывает Милованович Не стала атаковать Елена И из линии штрафных Отправляет Средним броском 93-63 10 очков Милованович набрала Это лучший результат За этот сезон по-моему Трехочковый Вопытка Шулеповой Точно? Точно Все игроки Вологды Практически Кроме Олеси Седлецкой Отметились набранными очками В этой встрече Равно как и баскетболистки Спарта из Видного Нет Спарта Коровушкина пока не реализовала Возможность Выбирает мяч Групповой такой Подбор Баскетболистов Вологды состоялся Палашенко Подбор в нападении Еще один подбор в нападении Выскальзывает мяч у нее из рук Все в порядке Поднимает вверх Большой палец Лена Чернова Тиханенко Разворачивается в лицевую Подбирает мяч в нападении Лена Баранова забирает Этот отход Ищет первого номера Саша Столяр выводит мяч 35 секунд до конца Шулепова на дуге Малошенко Заброс Лени Баранова Крюк Я согласен С болельщиками Спарты Которые кричат Молодцы, молодцы Блестящий матч провела Спарта из Видного Я думаю, что атаки Наверное не будет Этой последней И три будет бросать Милованович И нет Нет, нет, нет Не точно Подбор у Лены Барановой Она была готова Слинить свои штрафные Отправить мяч Во вражеское кольцо 93,66 Плюс 27 Блестящая первая половина Предопределила Итоговый результат Вторая половина Практически команды Уже доигрывали В принципе равная И третья, и четвертая четверть Но Когда плюс 30 В первой половине Уже сложно что-то На что-то рассчитывать Конечно, Махлину, Светлану Отметим Юлию Киселеву И Саша Столяр Здорово сыграла 7 очков у нее Но очень активно Активно Больше 21 минуты Я схожу за итоговым протоколом У нас будет возможность Обсудить статистику И я надеюсь Согласятся нам игроки Дать еще несколько интервью Согласятся нам игроки 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 Согласятся ли Omaha Я надеюсь Сейчас нам еще Удастся взять еще игроков Команд и тренеров Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Катерина Кейру... Ожидаемый результат? Или все-таки хотелось другого? Ну, конечно же, хотелось другого. Тем более, так как мы сыграли две игры до этого с ними. И... Да, очень достойно. Но... Как было, так сыграли, так сыграли. Получилось, ну что поделаешь. Конечно же, хотелось другого результата. Это была феноменальная Спарта или была не очень хорошая Чаваката? Ну, могу сказать, что, конечно, Спартак с меня забили все, что можно было. Очень хорошим процентом, я считаю. Но и мы не показали свою игру, я думаю. Кто понравился составе Винол? Ну, я считаю, что у меня хорошо сыграла Женя Белякова. Марина Кузина сыграла, мне кажется, с очень хорошим с нее процентом попадания. Поэтому, ну, вообще, молодцы, в принципе. Все сегодня у них сыграли, мне кажется, свою игру. Ну, я думаю, что теперь есть время уйти на новогодний перерыв и сделать выводы и проанализировать ошибки. Да, я желаю вам хорошего Нового года и блестящих игр и удачных, хороших побед в 2012. Да, спасибо, Восточ, наступающим. А телезрители? И, конечно же, телезрители с наступающим и с Новым годом. Пусть следующий Новый год будет лучше предыдущего. Да, большое спасибо, что смотрите нашу программу. Да, спасибо, да, смотрите нас и болейте. Спасибо, Катерина, за интервью. Катерина Кейру набрала пять очков сегодня, два из пяти реализовала двушек. Трешку бросила, одну не попала, один из двух штрафных. В итоге пять очков, 23 минуты 28 секунд отыграла. А Марина Кузина, напомним, лидер, лидер матча вообще. И Спарта, и Вологда, она лучшая из всех команд. 23 очка, 79. Двух очковых, сумасшедший процент, 78 процентов. Реализации два из три трешек, 67 процентов. И чисто штрафные три из трех. Плюс три подбора. Здорово отыграла Кузина. Также можно отметить Белякову, Женю. В составе Спарты 18 очковых, 67 процентов двушек реализовала. Плюс, что успели сыграть Хэмман с Дюпри. 11 плюс 10. Владимир Крашенин, ассистент главного тренера Вологодской Чевакаты. Что не получилось? Ну, в принципе, я так считаю. Во второй половине мы сыграли свою игру. То есть нам удалось защититься. Мы сыграли на равных последнюю четверть и выиграли третью. Вот. Ну, скорее всего, может быть, сказалось, какой-то недонастроен, новогоднее настроение, может быть, у девчонок в начале. Ну, и надо отдать должному сопернику. То есть они сыграли хорошую игру. Кто понравился в составе Видного? Ну, я считаю так. В первой четверти два игрока, которые сели на скамейки, по-прежнему, мое мнение, Кузина и Белякова, они сыграли хорошую игру, с хорошим процентом. Ну, а остальные в комплиментах не нуждаются, наверное. По Вологодской команде кого-то отметить сегодня? Ну, я так считаю, что сегодня, ну, на уровне сыграли, наверное, Света Махлина в атаке, в атаке. Очень понравилась мне в защите Лена Баранова на щите поработала. То есть помогла в команде в трудную минуту, там был такой момент переломный. Вот. Ну, и я считаю, так Ульяна Шлепова выдала сегодня одну из лучших своих игр. Опять же, вот так. Владимир, ну, и переходим к новогодним поздравлениям. Ну, я поздравляю всех болельщиков и всех любителей баскетбола с праздником. Желаю им удачи и спортивных побед в новом году. Тем более, сегодня, я так понимаю, у нас день рождения баскетбола, 21 декабря, насколько я знаю. Я даже не в теме. Да, потому что именно этот день, который считается, что состоялся первый матч. Вот. И поэтому всех любителей баскетбола с праздником. Большое спасибо. И у нас еще на интервью должен подойти ассистент главного тренера «Спарты» Андрей Рузанов. Напомню, что это последний, заключительный матч в этом году «Спарты НК». У всех команд, в принципе, сейчас они уже все уходят на каникулы. «Спарта» выиграл 9 матчей из 9 в чемпионате России. В Евролиге чисто не получилось сыграть. В Мадриде на выезде уступила команда «Покетчатман». Также «Висли» Краковской проиграли дважды и на выезде, и дома, к сожалению. Однако в чемпионате России «Спарта» впервые за много лет обыграл УГМК. И беспроигрышная серия 9 из 9. Первое место чемпионата в Премьер-лиге. Подготовка к Новому году идет полным ходом уже в «Спарты НК». В сувенирный магазин поступили замечательные товары, которыми вы можете с радостью ознакомиться на нашем официальном сайте. Это эксклюзивные кружки с изображением игроков, тренеров, администрации. И скоро-скоро-скоро будет вам сюрприз, тоже новое поступление. Так что следите за новостями. В твиттере, на фейсбуке, вконтакте и на официальном сайте «Спарты НК». Мы поздравляем вас с Новым годом, желаем вам прежде всего здоровья, спортивных успехов и, конечно же, приезжайте на баскетбол. Мы играем для вас прежде всего и хотим, чтобы вы поддерживали нас. Ассистент главного тренера «Спарты Винны», уже переодевшийся в гражданское Андрей Рузанов. Легкая победа? Ну, можно сказать, что да. Все-таки думали, что будет посложнее игра, но... Ну, я думаю, не хватило, наверное, все равно Лори Мор, потому что все-таки в последнее время она играла, как бы... То есть это уже немножко сменилась ситуация в команде, то есть без плеймейкера. Я думаю, что в этом, наверное... Из своей команды кто-то удивил? Ну, сказать так, что прям удивил, нет, но Марина хорошо сегодня сыграла Кузина. То есть, ну, я считаю, что это она сыграла в свою силу, то есть это ее игра. То есть, в принципе, она, так сказать, что она меня удивила, ну, остальные все в свою силу. Мне показалось, не очень довольна она игровым временем в последнее время. Вот такая феерическая игра против Вологды, это даст какие-то весты Марине на будущее? Ну, я думаю, что дополнительные, наверное, даст, да. Но это... У нее были тоже хорошие игры, то есть это не единственная ее игра, и, как бы, но постепенно, как бы, она вливается в коллектив, то есть доказывает нам, тренерам, свою состоятельность, и, как бы, я думаю, что у нее пойдет процесс как бы вперед. И молодец, Марина. А в составе Вологды кого-то отметите? В составе Вологды... Ну, можете отказаться, отвечать на этот вопрос. Отвечу на этот вопрос, как бы, ну, выделил, наверное, Столяр, молодец, как бы, сегодня, то есть, девчонка молодая, и, в принципе, не терялась, не пришивала, сыграла хорошо, но остальные, как бы, сыграли, так, я считаю, ниже своего уровня. Ну, и новогодние поздравления? Ну, как всегда, все спортсмены желают всем здоровья, ну, и больших побед в Вологде, ну, и нам, нас, чтобы тоже не обидела удача, нам тоже больших побед. Андрей, большое спасибо за участие. Желаем хороших игр, до с наступающей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мне очень понравился ветеран, который сыграл очень полезно, это Елена Баранова, как бы, несмотря на то, что бросок не пошел, но подбор и защита была сделана, как бы, на хорошем очень уровне. Вот, то есть, в принципе, молодые игроки, такой вот симбиоз, да, с опытными игроками, мне кажется, очень-очень интересная команда. В составе видного кого отметите? В составе видного сегодня просто одну из лучших игр сыграла Марина Кузина. Хочу ей пожелать, чтобы эта последняя игра была началом новой, скажем так, серии игр, да, в новом кулинарном году. А так, все девочки сыграли в свою силу, и меня это очень порадовало, то, что держались собранно, сконцентрировано от самого первого момента до последнего. Поздравляем вас с блестящей победой, с выходом в финал четырех Кубка России. Я думаю, что теперь вологодским болельщикам ничего не остается, как болеть за Спарту, как победителя этой серии. Ой, буду очень рада, если армия наших болельщиков пополнится вологодскими болельщиками. Я, в свою очередь, хочу всех поздравить тоже с наступающим Новым Годом, пожелать просто женского счастья и семейного счастья, потому что все люди у нас сейчас уже семейные, с детьми и так далее. Просто пусть наш женский баскетбол будет с счастливыми глазами. И также мы переадресуем эти новогодние пожелания и вам, и вашим детям, и вашему детищу большому. Пусть процветает, и дай бог, чтобы в это здание пришли хорошие победы. И я надеюсь, что славная история все-таки еще впереди. Спасибо. Приводите к нам своих детей. Хорошо, мы отдельно об этом поговорим, без камеры. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Анна Валерьевна фон Архипова фон Калманович давала сейчас интервью. Ну, а мы завершаем уже постепенно нашу трансляцию. Здесь уже занимается команда детского баскетбольного дюбла-дюбла «Спартак Видное». Ну, на этой жизнеутверждающей ноте, я думаю, что мы можем закончить наш сегодняшний репортаж, который для вас провела группа «Бизоны ТВ» в составе режиссера Игоря Явленина, технического директора Романа Аладьева, комментаторов Борислава Гуляева и Анны Локтевой, а также операторов «Бекки Хэммон.ру» Олеся Олейникова и ее подруг, а также Алексея, который был сегодня нашим помощником. Поздравляем «Спарту» с победой, Ань. Спасибо, спасибо за хорошую игру, за то, что приехали, старались. И, в принципе, на позитивной ноте обе команды окончили год и пошли на новогодние каникулы. Новогодние каникулы будут недолгими. У «Видного» уже когда? У нас 7-го, по-моему, января против «Энергии». Вологда 7-го января принимает «Динамо Новосибирск». Ага, мы с «Энергии» играем, с «Иваново». Так что мы присоединяемся ко всем новогодним пожеланиям, которые сегодня участники матча нам прислали. Пожелаем крепкого здоровья. Спасибо большое. Играйте в баскетбол, смотрите в баскетбол и будет вам счастье. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА